Атеистам быть легче, чем верующим. Так утверждает один из зрителей канала. Хорошо, возьмем, например, вопрос о том, как все возникло. Религия говорит нам, что все создал Бог за шесть дней, а некоторые богословы, основываясь на тексте Библии, даже вычисляют точную дату творения. Все понятно. А что могут сказать атеисты? По мнению автора комментария, они должны отвечать еще проще, нежели верующие. Давайте посмотрим. Вселенная появилась в результате Большого Взрыва, до которого не существовало ничего, ни времени, ни энергии, ни материи. В момент Большого Взрыва было произведено колоссальное количество не только положительной, но и отрицательной энергии. Последняя окружает нас повсюду. Она находится в том самом пространстве, которое образовалось в результате Большого Взрыва. Сумма положительной и отрицательной энергии – ноль. И раз Вселенная сводится к нулю, рассуждал физик-теоретик Стивен Хокинг, то для ее создания Бог не нужен. Такие частицы, как протоны, объясняет Хокинг, ведут себя согласно законам природы, который мы называем квантовой механикой. И они действительно могут возникать случайно, соединяться на время, а потом исчезать снова, чтобы появиться где-то в другом месте. Законы природы не только говорят, что Вселенная может внезапно возникнуть без посторонней помощи, как протон, но и не исключает того, что у Большого Взрыва вообще не было причины. Никакой. Действительно, если до Большого Взрыва не существовало времени, то и причины у Взрыва нет, так как она не могла возникнуть ввиду отсутствия времени. Для Хокинга это означало отсутствие возможности существования Творца, потому что нет времени, в котором этот Творец смог бы существовать. Конечно, это гораздо сложнее двух или трех предложений из священной книги о том, что мир был создан Творцом, о котором мы ничего не знаем и никогда не узнаем в силу своей ограниченности. Те, кто действительно пытаются разобраться в этой теме, изучают труды физиков или на худой конец читают научно-популярную литературу. Остальные же ограничиваются религиозными текстами, проповедями служителей культа и видеороликами на Ютюбе вроде «Крах атеизма за 30 секунд». Если человек утверждает, что у науки нет доказательств того, что все появилось случайно, это свидетельствует о том, как мало этот человек знает о том, чем занимались ученые на протяжении 20 века. Если коротко, то они пытались и пытаются до сих пор выяснить, как появилась наша Вселенная. В результате этих попыток на свет родилась общепризнанная в научном мире космологическая модель, которая описывает процесс расширения Вселенной, появившейся из точки сингулярности в результате Большого Взрыва. Но как и почему произошел Большой Взрыв? Как наука может утверждать, что нечто появилось само по себе? Эти вопросы не дают покоя верующим, несмотря на то, что сотворение мира Богом из пустоты не вызывает у них никаких сомнений, учитывая то, что религия предлагает принять это утверждение на веру, в то время как наука занята поисками доказательств. Конечно, всегда можно сказать, что Господь настолько всемогущ, что для создания нашего мира ему не нужно было время, так как он существует вне его. Однако это что-то из разряда фантастических гипотез, абсолютно ни на чем не основанных и, соответственно, к реальности не имеющих никакого отношения. А как верующие и атеисты объясняют всевозможные природные катаклизмы, иногда уносящие сотни и тысячи человеческих жизней? Некоторые атеисты незамедлительно ответят вам, что так произошло, потому что на все воля Божья. А что скажет атеист? Например, что извержение вулкана – это процесс выброса на земную поверхность пепла и магмы, а землетрясение – это колебание земной поверхности, свидетельствующее в том числе о геологическом изменении планеты. Мир без Бога гораздо сложнее и загадочнее мира, якобы созданного Всевышним и живущего по его законам. Впрочем, если исходить из того, что верующие должны верить во всевозможные небылицы, зачастую прекрасно понимая, что это небылицы, но при этом не сомневаясь в них, иначе врата рая будут навсегда закрыты, то да, я соглашусь с тем, что верующим быть гораздо сложнее, чем атеистам. Всемогущий Господь необходим человечеству для того, чтобы наполнить жизнь смыслом, дабы не проживать свои дни с горькой мыслью о том, что после смерти всех нас ждет то же самое, что было и до рождения. Мир, сотворенный Богом, причем неважно каким, это очень смелое допущение, строящееся на одном лишь желании, чтобы Всевышний существовал. Увы, для того, чтобы Бог оказался реальностью, одного желания, пусть даже очень сильного, недостаточно. Так что в силу отсутствия каких-либо доказательств, миллиарды людей верят в Бога, вместо того, чтобы знать, что Он существует. Следующий комментарий, автор которого обвиняет меня в том, что я вижу в церкви только плохое и не обращаю внимание на хорошее, я вижу примерно так. Вы меня извините, я вам тут немножко поддверь нагадил, обозвал неполноценными, напророчил вам после смерти вечной муки в аду, а во дворе вместо детской площадки себе сарай построил. Но это все ничего, я вчера бездомного накормил. На те деньги, которые мне выделило государство. Я не отрицаю то, что называют добрыми делами церкви. Но, как неоднократно было показано в выпусках атеистического дайджеста, благотворительная деятельность той же РПЦ преследует одну единственную цель. Реклама церкви, которая организована по большей части либо на деньги, выделенные государством в виде грантов, либо на пожертвования прихожан. Служители культа-посредники, которые не упускают шанса прорекламировать свою церковь в основном за чужой счет. В 2018 году в России по итогам конкурса президентских грантов государственное финансирование получили 47 организаций, связанных с РПЦ. Это и общественные организации, и монастыри, и церковные приходы, и епархии. В общей сложности власти поделились с православной церковью более 55 миллионами рублей. Именно на эти деньги церковь организует очередную раздачу причесанным и помытым специально для съемок показного милосердия бомжам, обитателям детских домов и домов для престарелых, подарков, упакованных в пакеты с символикой РПЦ. Нисколько не сомневаюсь, что в каждом из них лежит Библия. А может быть еще и сборник свежих изречений патриарха на каждый день. Желание помогать другим никак нельзя считать визитной карточкой верующих. Атеисты, например, оказывают людям помощь вовсе не для того, чтобы выторговать у Бога пропуск в рай. А почему верующие помогают ближним? Потому что так требует от них религиозное учение. Милосердие является одной из христианских добродетелей. Но занимались бы христиане благотворительностью, если бы эта деятельность не вытекала из требования Бога любить ближних. Глядя на тамошних комментаторов, которые любовь к ближним понимают весьма избирательно, здесь есть над чем подумать. Я не утверждаю, что если протеерей Чаплин высказывает совершенно безумные мысли, а кто-то из служителей культа позволяет себе ездить пьяным за рулем, то и все без исключения священники поступают так же. Это было бы слишком просто и слишком глупо. В рамках атеистического дайджеста я как раз таки стараюсь не заострять внимание на частных примерах. Ну, убил какой-то священник в прошлом году свою жену, потому что та потребовала развод. Ну, с кем не бывает, все ж мы люди. Однако иногда и такой бытовой случай может поведать много интересного о жизни служителей культа, которые пользуются у прихожан большим уважением и рассказывают о необходимости соблюдения Божьих заповедей, хотя сами далеко не всегда следуют заветам Всевышнего. Для меня вообще большим секретом является то, почему люди буквально смотрят священнику в рот, ловят каждое его слово и делают то, что он велит. Перед вами же точно такой человек, как и вы. Еще Чаплин говорил, что церковь состоит из спасающихся грешников. Несмотря на все его проповеди, батюшка подвергнут тем же страстям, что и вы. Так с чего вдруг такой авторитет? Вы меня простите просто потому, что бородатый мужик нацепил черное платье, повесил на шею увесистый крест и вещает о каких-то высоких материях? Вы что, совсем перестали себя уважать? Или слушать других гораздо легче, чем иметь свою голову на плечах? Точно так же неправильно судить по всем безбожникам, глядя на поступки тех, кто, по мнению автора данного комментария, сотворил столько ужасного. Разница в том, что атеист не учит морали других, не выставляет себя эталоном нравственности и не запрещает театральной постановки только потому, что они не отвечают его этическим нормам. «Чем хорош атеизм? В чем его преимущество?» – спрашивает один из зрителей, вероятно забывая, что перед нами сейчас не стоит тот выбор, какой стоял, если верить легендам перед князем Владимиром, когда тот выбирал себе веру. Мы не на базаре, чтобы выискивать лучший товар и торговаться с Господом, как это делал математик Блес Паскаль, утверждавший, что верить в Бога выгоднее, чем не верить в Него. Атеизм нельзя оценивать по принципу «лучше-хуже». Атеист – это человек, который отрицает существование богов и других нематериальных существ по причине отсутствия доказательств их реальности. И точка. Еще одна очень горячая тема – теория эволюции. Когда человек искренне не понимает, как можно считать эволюцию доказанным фактом, если никто никогда не видел, чтобы обезьяна превратилась в человека, мы должны понимать, что объяснить ему в принципе хорошо изученной наукой вещи будет очень непросто. Но возможно. Нужно лишь, чтобы человек имел желание читать книги, чем, к сожалению, могут похвастаться далеко не все задающие подобные вопросы. Биологическая эволюция – процесс невероятно длительный и для существенных изменений могут потребоваться тысячелетия. Одни биологические виды развиваются быстрее других, а некоторые и вовсе не меняются на протяжении миллионов лет, поскольку прекрасно адаптировались к условиям окружающей среды. И вряд ли стоит надеяться на то, что человек обретет бессмертие – это едва ли возможно, так как сама природа этому препятствует – или хотя бы получит способность регенерировать зубы сразу же после открытия учеными эволюционных механизмов. Более того, применительно к человеку можно говорить о том, что сейчас идет процесс обратной эволюции, и связанный с тем, что благодаря достижении медицины мы научились побеждать болезни, от которых раньше гибли наши предки. То есть человек сумел отыграть позиции у беспощадного естественного отбора, который до этого косил всех, кто был не в состоянии приспособиться. Эволюция действительно непрерывный процесс, и человек развивается точно так же, как и все остальные живые организмы. В качестве примера можно привести мутацию гена, позволяющего усваивать лактозу, содержащуюся в молоке. Произошло это по меркам эволюции совсем недавно, максимум 8 тысяч лет назад. После того, как младенца переставали кормить грудью, его организм постепенно прекращал вырабатывать фермент лактазу, который расщепляет содержащийся в молоке сахар на глюкозу и галактозу. Кроме грудного вскармливания, у человека не было иных источников молока, а значит, организму незачем было тратить ресурсы на выработку бесполезного фермента. Но когда человек занялся скотоводством, способность усваивать лактозу, сохранившаяся у некоторых людей благодаря гену, который продолжал вырабатывать лактазу, оказалась эволюционным преимуществом, позволяющим иметь дополнительный источник питания в виде молока. Как результат, эти люди стали численно доминировать в популяции. К изменениям окружающей среды очень хорошо адаптируются вирусы. Эта способность позволяет им раз за разом выходить победителями в сражении с иммунной системой человека. Совсем недавно австралийские ученые обнаружили род бактерий, который обрел устойчивость к спиртовым антисептикам. Это значит, что бактерии обзавелись способностью выживать в ходе стандартных медицинских процедур дезинфекции. Именно так работает естественный отбор. Болезнетворные микроорганизмы становятся устойчивыми к лекарственным препаратам, пока человек не изобретает новый антибиотик, которому вирус еще не успел обрести иммунитет. Это одно из самых убедительных свидетельств реальности эволюции, которое в сочетании с остальной собранной наукой доказательной базы верующие признавать не желают. Сказать, почему так происходит, непросто. Генетик из Чикагского университета Джерри Коин полагает, что главная причина, по которой люди отвергают эволюцию, заключается не в нехватке научных данных. Напротив, их сколько угодно. В удобоваримом и понятном простому обывателю виде их преподносят авторы научно-популярной литературы. Однако это не спасает ситуацию. Ни книги, ни журналы, ни телепередачи не могут победить веру в Бога, а именно она, как считает Коин, является главным препятствием на пути принятия эволюции. Чем больше религиозный человек знает о науке, тем сильнее он отвергает эволюцию. Причина такого упрямого отрицания фактов очевидна не в недостатке образования или невежестве, а в религиозности, уверен Джерри Коин. Нужно и важно понимать разницу между научным и религиозным сообществом. Да, и то, и другое создано людьми. Но наука не учит морали и не диктует никому правила, по которым нужно жить. Никто не убивает тех, кто верит в теорию плоской земли, не развязывает войны под лозунгом Е равно МЦ квадрат, не идет на врага с пряжкой на ремне, на которой написана с нами наука, не устраивает теракты во славу открытий, совершаемых на Большом Адронном Коллайдере, и тем более не направляет самолеты на храмы во имя Дарвина или Докинза. Наука не утверждает, что знает о мире абсолютно все, в то время как верующие затыкают Богом пока еще существующие пробелы в наших знаниях. Например, утверждают, что только Всевышний способен так тонко настроить Вселенную, при этом не объясняя ровным счетом ничего и оставляя человека в неведении относительно законов мироздания. Ведь даже если признать Бога как часовщика, запустившего механизм Вселенной, старые как мир вопросы никуда не исчезнут, в том числе и тот, который заставляет нас каждый раз спрашивать себя, откуда взялся сам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok